Видео подготовлено с сайтом online.gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1306 под пунктами G, Z, I, K, L, M. И нам нужно привести подобные слагаемые. И напомню, что подобные слагаемые – это выражения с одинаковой буквенной частью. И пункт G. 0,3а минус 0,2b минус 0,7а и минус 0,2b, то есть плюс 0,2b. Смотрим, где у нас одинаковая буквенная часть. 0,3а и минус 0,7а. Поэтому складываем эти два выражения. Плюс следующее 0,2b и 0,2b. Минус 0,2b плюс 0,2b. Чтобы привести подобные слагаемые, нужно сложить числовые коэффициенты и буквенную часть приписать. 0,3 минус 0,7. Во-первых, минус у нас получится, потому что мы из меньшего числа вычитаем больше. А 0,7 минус 0,3 будет 0,4. И не забываем про а. Во второй скобке у нас получается 0, потому что здесь сумма двух противоположных чисел. Итого мы получаем минус 0,4а. Пункт з. 4а минус 6а плюс 2а плюс 12 и минус 11. Подобные у нас 4а, 6а плюс 2а. И 12 и 11. 4а минус 6а. Минус 2а получится. Минус 2а плюс еще 2а. А от второй скобки остается 1. От первой скобки минус 2а плюс 2а 0 остается. То есть 1 мы получаем в пункте з. Пункт И. 2 третьих А плюс 3 восьмых В минус 1 шестая А и минус 1 четвертая В. Подчеркнем подобные. 2 третьих А и 1 шестая А, 3 восьмых В и 1 четвертая В. 2 третьих А минус 1 шестая А и во второй скобке 3 восьмых В минус 1 четвертая В. Приводим подобные в обоих скобках. 2 третьих А на 2 домножаем, чтобы получить знаменатель 6. 1 четвертую на 2 домножаем, чтобы получить знаменатель 8. Получаем 4 шестых А минус 1 четвертая А. И 3 восьмых В минус 2 восьмых В. От первой скобки остается 4… Так, подождите, почему 1 четвертая, когда 1 шестая? 4 шестых минус 1 шестая будет 3 шестых А. Плюс 3 восьмых минус 2 восьмых – 1 восьмая В. Но это еще не все, потому что дробь 3 шестых у нас сокращается на 3. 3 на 3 – 1, 6 на 3 – 2. Итого мы получаем 1 вторая А плюс 1 восьмая В. Пункт К. 5 седьмых К минус 2 третьих. Минус 3 четырнадцатых К минус 1 третья. Подобные 5 седьмых К и минус 3 четырнадцатых К минус 2 третьих и минус 1 третья. Группируем. 5 седьмых К минус 3 четырнадцатых К и минус 2 третьих и минус 1 третья. Приводим к общему знаменателю. 5 седьмых домножаем на 2. Получаем 10 четырнадцатых К минус 3 четырнадцатых К. А от второй скобки остается минус 2 третьих, минус 1 третья, два отрицательных числа. Перед результатом ставим знак минус 2 третьих плюс 1 третья, будет 3 третьих. 10 четырнадцатых минус 3 четырнадцатых будет 7 четырнадцатых К. А 3 третьих – это единица, то есть минус 1 еще. 7 четырнадцатых сокращается на 7. 7 на 7 на 1, 14 на 7 – 2. Итого мы получаем 1 вторая К минус 1. Пункт L – 0,2 М минус 2 девятых минус 4 М плюс 5 девятых. Группируем 0,2 М минус 2 девятых минус 2 девятых минус 4 М плюс 0,2 М и 5 девятых минус 2 девятых. Первые скобки сложения чисел с разными знаками. Перед результатом ставим знак большего модуля минус. И из 4 вычитаем 0,2, получаем 3,8 минус 3,8. Не забываем про М. 5 девятых минус 2 девятых минус 2 девятых минус 2,3. 3 девятых. 3 девятых дробь сократимая на 3 сокращается. Здесь 1, здесь 3. Итого получаем минус 3,8 М плюс 1 третья. И последний пункт – пункт М. 1,2А плюс 1,3С минус 1,2А плюс 2,3С. 1,2А и минус 1,2А, 1,3С и плюс 2,3С. 1,2А минус 1,2А. Здесь будет 0. И во второй скобке 1,3С плюс 2,3С. От первой скобки 0 остается 1,3 плюс 2,3 будет 3,3С. 3,3 – это 1, то есть 1 у нас будет умножено на С, так как числовой коэффициент 1 мы не пишем, то просто С получаем в пункте М. И выполнили задание 1306 под пунктами G, Z и К, L, M. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.